народ всем привет значит думаю знаете что у нас тут ураган такой нехилый прошел он даже стою сейчас на фоне упавшего дерева это дорога куда я ездил ролики пилить перекрыто сценик значит воскресенье вечером где-то часиков наверное 6 эта херня произошла я в это время был в городе ездили мы там по своим делам женой со старшей дочкой младшая дочка осталась дома все это вот случилось буквально там минут за каких-то 10 и значит я так понимаю что жлобе не началось раньше у меня в деревне чуть-чуток позже я успел позвонить младшей дочке сказать чтобы она закрывала окна потому что была жара духота еще окна были были открыты девчонка 11 лет правда молодец еще позакрывала не побоялась она у нас такая боевая девчонка в общем все позакрывала у меня машина стояла слава богу городе не под деревьями ничего просто на открытой там стоянки и короче вы все просто не представляете что там было и значит после вот этого случившееся связь пропала сразу никакой связи не было свет парикмахерской мы были в это время парикмахерская свет вырубила значит парикмахерша уже парикмахер достригала мою супругу с фонариком мы светились телефона и все и мы сразу как только освободились когда это хрен закончилась мы прыгнули на машину полетели домой потому что за ребенка переживали все таки она одна там была дома и в общем то по дороге был тоже полный трендец наваляла деревья просто кучу последствия урагана трасса минсгомель александра у нас еще завален потом значит друзья ехал я вот по трассе мне дозвонился коллега мой что он получается со своей семьей застрял у нас я работаю у нас там есть карьеры куда ездят отдыхающие постоянно и не получается когда началась вся хрень начали выезжать а там дороги все лесные их там просто завалило деревьями слава богу обошлось без жертв много побила машин ну коллеги правда машина не пострадала так там слегка капотом поцарапала березы и а значит взял водителя и поехали мы уже сколько на 8 вечера взяли пилу поехали помогали помогали мчс-овцам лесхозовцам ну кое-как мы этих людей вызвали ли а вот на свой карьер мы дальше приехать даже не смогли потому что дорога была полностью завалена деревьями были даже такие участки где метров по 30 50 просто сплошняком лежали деревья поэтому приняли мы там значит решение воскресенье вечером что а в понедельник нам получается должен был заходить состав на погрузку песка на карьер но жжд-пути были полностью завалены деревья поэтому мы приняли решение в понедельник 6 утра выходить и начинать очищать по крайней мере хотя бы автомобильную дорогу и начиная с понедельника по сегодняшний день полностью всем составом 4 пилы очищали первый день автомобильную дорогу второй день железнодорожный путь друзья всем добрейшего значит времени суток время пол шестого утра неспроста так рано встал еда на работу потому что потому что у нас тут зилов наворотилась вчера был ураган и 38 лет я живу такого я еще не видел объезжая значит потому что он дерево решит щепку снесло света у нас нету электричество нет уже со вчерашнего вечера неизвестно когда она будет смотрите здесь тоже полностью все сегодня с утра мы едем на работу договорились всем мужским составом предприятия выйти в 6 берем бензопилы нам надо как-то добраться до нашего карьера чтобы взять технику как минимум погрузчик может быть даже еще бульдозер привлечем из двух сторон сразу очищать автомобильную дорогу потом железнодорожное железнодорожное полотно потому что у нас сегодня должна была быть отгрузка песка у вагона и мы ее отменили и задача за сегодняшний день железную дорогу очистить автомобильный желез в общем я уже вчера приехал домой рук не чувствовал сегодня занятие продолжается ну и плюс вчера у нас же еще и водозабор и канализационно-насосная станция которая подает водозабор подает воду а конец к откачивает канализацию а у нас свет тоже вырубила поэтому мы переходили на резервные на резервную линию хорошо что она у нас есть кое-как запустили электричество спасибо моим парням и откачали канализацию иллюзиям запустили воду блин короче вчера тут в 11 где-то я вчера приехал домой ехал уже с парами даже нам позже каких 11 там было в полдвенадцатого пока помылся пока переоделся в пол первого цвета лег спать на перекусил и вот 5 подъем и погнали дальше короче то очень-очень ужасно и люди вчера страха натерпелись это просто пипец вы представьте ты стоишь в лесу а на тебя падают деревья при этом шум сумасшедшие там вы блин я представляю что было так ладно друзья поехали можно вообще нибудь сегодня на снимаю ту же сейчас поеду переоденусь и поставлю телефон на зарядку потому что хорошо что повербанк дома был заряжен так вот немного телефон подзарядил сейчас на работе до заряди короче друзья поехал я работать деревня луговая верня тоже без электричества тут смотрите оборванные провода дерево лежит сюда конечно даже еще электрики не добрались полностью все оборвано я даже не представляю за сколько по времени тут вообще дерево на дом нам на упала за сколько по времени электрики смогут все наладить все дороги в лесу полностью парализованы все закрыто вчера просто вы не представляете сколько отдыхающих было у нас как раз там как курортная такая зона и потом когда эту колонну уже выпустили мы стояли там люди ехали кого-то фары разбитые передние кого-то деревянный капот падал кого-то задние фонари там стекла разбиты там короче просто ужас смотрите друзья слева забор шиферный без меня уже километра где-то пешком прошли есть вот участки идея нормально все а есть там где полный крандец идем за погрузчиком за бульдозером с бензопилой одна группа начала с той стороны там без техники вручную наша задача с техникой добраться к ним охренеть что-то туда даже идти не хочется которая надо было валить да просто с корнями березы сосны с помощью бульдозера все получается для чего мы сразу бульдозера не взяли не надо на подпиливать закапывается все с другой стороны время 10 там небольшой просвет не знаю можно на нас километра прошли и пилим и ломаем на я вам скажу здесь про весело было это еще повезло помните я в своих роликах показывал что здесь делянки валили вот если здесь делянки не было здесь сосна бы столько лежало что просто ужас ну смотрите вот их как спички ломало наши дороги конечно чем-то не повезло потому что ветер был боковой и вот именно валило прямо на дорогу потому что дорога которая идет вот так с нашего карьеры потом заворачивать на эту дорогу она не так пострадала но здесь вот благодаря делянки свободный такой участочек вот друзья в общем то если начался ураган смотрите что поблизости не было деревьев если даже оказались в лесу не знаю блин сразу просчитывайте наперед ищите какую нибудь полянку чтобы было был просвет ужасно конечно бедный лес значит чё друзья на уазике езжу на сегодня работы в лесу окончены освободили мы значит дорогу автомобильную завтра встречаемся в 5 утра на том же месте будем чистить железнодорожный путь в моей деревне практически сутки уже света нет на работе мы восстановили резервную линию ну и как бы запустили и на самом производственном участке на карьере и в конторе а домой что сделал привез генератор потому что чтобы не поразмораживались продукты там в морозилке запустил генератор налил бак бензина полный стоит час молотит а девчата мои стараются максимально все зарядить так я значит еду на работу забираю сценника еще и на город надо крутнуться супругу забрать у нас же как всегда совещание в самое нужное в самое нужное время назначают так что такие дела поехали еще там надо отцу помочь лишь шифера прекратить это там сорвало на сарае молотит только что хрен его знает расход это литра в плену полтора наверно в час вон переносочку сделал в окно кинул и нормалек подключил в холодильник позаряжали гаджеты пошли вторые сутки без света после урагана значит вообще гнезда практически нету а там аисты вообще на крыше живут дерево повалило они просто в шоке а еще у кого-то генератора молоти да и там вон уже аварийка приехала только что пошли на подстанцию ну или как это пешка называется будут смотреть в чем проблема а мы гуляем с доченькой авторская права время 71 грязный сегодня мы к пяти приехали день второй продолжая убирать последствия урагана иду сейчас уазика перегнать сколько мы километра наверно два сегодня прошли очищаю железнодорожный путь нормально с утра работать можно попырскался от слепней комаров и работа сейчас часов до девяти потом сделаем перекур сгоняя там у нас есть бутерброды сало квас все дела посидим с парнями отдохнем так что такие делишки где там кто-то уазика вон стоит а так нормально все не когда дружно работать можно говорят вчера много где прошел ураганчик тренаж и жлобинский район там зацепило рогачевский светлогорский речицкий гомелиград был калинка и чески мозыске лечицкий много района вчера вернее позавчера наделала так ну чё поехали протянем вперед навстречу нам идет путевая бригада не мотовод мотовоза запустили и мотовозом еду с той стороны тоже убирают ладно поехали видите как поворачивала деревья блин вообще просто жесть время почти 9 везу обед как обед перекус парням там подарил все пакетах водичка холодно с холодильника сало колбаски бутербродики сейчас сделаем привал надо грейдер заказать здорово подровнять можем ладно сделали уже не так страшно как это было снимаю друзья мало потому что например даже думал снять вам ранее утро я сегодня 4 встал где-то 420 уехал дома мальчик такой красивый был но у меня телефон был полностью сдохший не знаю что случилось я его вчера от генератора вроде зарядил но либо он всю ночь как-то у нас сотовой сети тоже нету в деревне пропадает и оптоволок но отработала с момента того как пропал свет ровно сутки видно там какой-то автономный аккумулятор может стоит в общем у меня телефон за ночь разрядился и либо он как-то сети то ищет постоянно я не знаю почему поэтому сегодня на работу ехал с разряженным телефоном за включила от юсб подзарядил до работы там процентов 12 наверно на работе у меня быстро зарядка поставил тоже на там процентов до 35 и вот на остатках вам снимая поэтому нет заряда кстати тоже генератор запустил и идет там молодежь люди идут а ряду генератор кого-то классно да на самом деле классно когда ты сидишь сутки без света тебя холодильник мороз морозильник начинает размораживать гаджеты все по разряжались это конечно тяжеловато я вчера генератора и котел запустил все помылись малек потому что вода центральная котельная вода есть видно в емкостях еще полно а котельная стала и все вода не греется короче плен тяжковато тяжковато но мы справляемся все нормально так что сегодня вторник я думаю сегодня мы добьем gd путь завтра среда наша задача починить ну запустить состав на gd путь чтобы нормально все было и наша завтра задача починить снаряд и потом уже когда совпадятся энергетические службы нашего района нам надо еще 3 отремонтировать линию электропередач она тоже у нас оборвала деревья так что вот такие друзья зелишки так ладненько поехали парни там уже наверно дошли ну там договорились что дойдут до кривой и будет перекур я думаю что они уже там до кривой дошли поехали здесь было много видите как тут все было завалено такой был конкретный эпицент дуб здоровенный лежал до дров конечно здесь море но у нас как всегда брать их нельзя будут лежать перегнивать сейчас вам покажу хрень эта вся произошла в воскресенье вечером когда люди еще все находились на отдыхе на наших карьерах мы нет и не нашей карьеры имеют вообще на кре и вот здесь переезд и вправо уходит дорожка это типа там на луг туда люди ездят потому что там пляжи красивые и вот здесь только машин побило то есть люди начали выезжать здесь тоже упал здоровенный дух его даже трактор не мог оттянуть и все люди там были заблокированы и вот здесь мы воскресенье помогали тоже это все разрезали растягивали видите что здесь творится там просто просто трэш тоже деревья просто с корнями вложила такая сила это вообще такая дурь просили мы года три лесхоз чтобы прорядил нам дорогу постоянно получали отказы то им работать неким то у них там все плохо вот пожалуйста природа расшила нет не хотят они и мы вам поможем так что поехали сейчас перекусим и дальше работать я честно сказать трохи за эти дни как бы тоже задолбан впереди наша местная деревенская достопримечательность упавшая дерево после бури бурь урагана что как называю пипец вырвала с корнем землей я не знаю сезон корень здоровенный забор смяло просто щепки провода снесло супрую саду а света нет так ладно сейчас просим пошла она домой или не пошла еще на работе дома друзья в моем населенном пункте я живу там городок бобовка света не было начали частично его восстанавливать и вот на данный момент уже сколько сейчас пол шестого вечера вторник у меня уже есть свет а у моих родителей света нету поэтому генератор который вчера работал у меня с отцом сегодня отвезли к ним и по крайней мере подключили полностью все там холодильник морозильник все дела чтобы они телефоны позаряжали короче друзья что можно сказать берегите себя началась такая хрень избегайте особенно деревьев избегайте лесов парков и прочее идите куда-то ну прячьтесь просто если нет рядом каких-то зданий крепких просто там идите какую-нибудь открытую местность там желательно там чтобы канава какая-то была ну просто блин что вас ничем не завалило я кстати из-за этой херни у меня стрижка сорвалась на раз завтра или послезавтра съезжу смски никакой от служб мчс не было они обычно раньше зима там снегопады постоянно смс присылали сейчас ни хрена ничего не было короче видно они сами не знали что такое может произойти хотя до этого в минске субботу уже такая фигня была в общем-то вот такие дела поэтому ураган мы пережили как бы там наши сми не писали это был ураган потому что я 38 лет живу я еще ни разу не помню что была такая хрень пережили последствия все восстановим работы конечно много но ничего не поделаешь еще раз повторюсь ладно все живы и здоровы поэтому берите себя как всегда здоровья вам мира добра удачи и до скорых встреч все всем пока а мы поехали до хаты до хаты до хаты до хаты